Итак, Королевское кольцо. Очень важный предмет, который открывает много чего и также дает кое-какие плюшки, но что самое интересное, это то, как локализаторы его перевели, тем самым умудрившись конкретно для некоторых запутать лор. Итак, давайте посмотрим, что же произошло с переводом Королевского кольца. Корольское кольцо – сильная душа сродни проклятию. Те, кто обладает сильной душой, носят в себе проклятие той же силы. Король Дранглика Вендрик использовал силу души, чтобы удержать проклятие. Именно он возжег пламя, с которого все началось. Наденьте это кольцо, чтобы открыть королевские врата. И те, кто более-менее шарит в лоре Дарк Соуса, должен был почуть что-то неладное в описании этого кольца. Особенно в строчке, где пишется, что именно он возжег пламя, с которого все началось. И если найти оригинальный английский хотя бы перевод, даже не японский, потому что в английском в принципе все нормально было переведено, то там никаких слов о том, что именно он возжег пламя, конечно же, нет. Да, король Дранглика Вендрик использовал силу души, чтобы удерживать проклятие. Он всячески старался победить проклятие, как в свое время это делал Гвин, но только он в конечном итоге ни хрена не возжигал. Он его просто искал. Он искал пламя, первородное пламя, с которого все началось. Ну что ж, ну а нам пора возвращаться в Маджулу. Больше здесь делать-то и нечего. Давайте перед тем, как отправиться в Маджулу, еще раз забежим в склеп нежити. Нам нужно здесь еще кое-что сделать. Так, но перед тем, как с ним поговорить, нам нужно... А, ну оно у меня стоит. И он дает... Темное течение и свой сет. Начинает ли он продавать что-то новое? Нет, ничего нового не начинает продавать. Давайте скупим у него это кольцо для коллекции, чтобы к нему больше вообще не возвращаться. Темное течение. Катана, хранителя склепа Акдейна. Обладает кристально чистым лезвием, которое рассекает с такой силой, что способна пройти сквозь щит. Изначально эта катана принадлежала тому, кто подарил нам первую смерть. И она по-прежнему существует между двумя мирами. Самое интересное, что если его призвать, то он пользуется это не этой катаной, а огромным мечом. И его сет. Эту мантию носила Акдейна из клепа нежити. Жизнь это страдание. Некоторые называют это кармой. Смерть постигнет все и всех. Но прекратить ли смерть страдания? Так, ладно, все сваливаем отсюда. Я уже по горло сыт этим склепом. Итак, после того, как мы убили Вильстатта. Хлоин начинает продавать нам обломки титанита и даже один кусок титанита. К сожалению, обломки титанита пока что у нее в ограниченном количестве. Также она дополнительно начала продавать мерцающий титанит, оконемевшую кость дракона, ну и другие различные камни. И стоят они, конечно, неприлично дорого. Но... Я совсем забыл. Есть одно место, где можно поживиться обломками титанита. И для этого нам нужно вернуться в самое начало игры. В Междумирье. Здесь также можно еще и навестить наших старух. Если мы наденем королевское кольцо и... И поговорим. У нее все так же можно перераспределить очки навыков. Но если с ней поговорить, одев кольцо... ...то она нам подарит шесть человеческих фигурок. Прекачиваться мы пока что не будем. Вернемся немножко назад. И нам нужны воронята. Помните, я вам постоянно говорил, что с невидимых полых патают бесполезные гладкие шелковистые камни? На самом деле, они не совсем уж такие бесполезные. Их можно обменивать на различные вкусности у воронят. Они принимают для обмена нечто окаменевшее, гладкий шелковистый камень и гладкий шелковистый камешек. Также у них можно обменивать и радужный камень, но он ничего интересного не дает, поэтому не будем с ним заморачиваться. К сожалению, в игре не предусмотрено сразу выкинуть в гнездо все 11 камней, и нужно их будет выкидывать по одному, что займет, конечно, приличное количество времени. Но на самом деле оно того стоит. Помимо различных ингредиентов для апгрейда, воронята дают, если мне не изменяет память, также еще и кольцо и три уникальные вида оружия, которые можно получить только у них. Ну и давайте расследовать то, что нам тут надавали от огромного количества предметов. Разгорелось целое пламя. Вот как на самом деле можно возжечь небольшой огонь. Я буду озвучивать только то, что имеет какую-то интересную ценность. Спиритический трезубец. Одно из оружий, которое они дают. Достаточно забавное оружие. Старый кнут. У меня такое ощущение, что я выкинул больше камней, чем подобрал. Возможно, в игре действует какое-то ограничение на выкинутые вещи. И часть камней я просто выкинул зря. Ну, фиг с ним. Ладно, не буду я это уже проверять. Спиритический трезубец. Трезубец старого волшебника. Кажется, только безумец стал бы так натачивать наконечник. Используйте сильную атаку, чтобы исполнить безумный танец, наделяющий ваших союзников силой и повышающий их боевой дух. Старый кнут. Кожаный кнут потертый и старый. Может показаться, что в нем нет ничего особенного. Но на самом деле он благословлен наносить большой урон полым. Благословение, судя по всему, наложил клирик. Но из добрых ли побуждений? Усиленная атака против полых. Итак, мне в комментариях написали, что если я использую билд с двумя катанами, то лучше использовать катану Хаоса и черную катану. Но я не думаю, что это в ПВЕ даст прям какой-то огромный профит. Во-первых, с катаной Хаоса есть небольшой геморрой, то что она при удачной атаке отнимает жизнь. Но и урона она наносит намного больше, чем та же самая прокачанная у Дегатана. Черная катана, конечно, неплохо скейлится от ловкости. Но только от нее. И на плюс 10 в моем случае Утиготана мне даже даст, по-моему, больше урона, чем прокачанная черная катана. Поэтому я не буду тоже заморачиваться. Трати титанит, грейдить тут все заново. Поэтому оставим все как есть. Просто догрейтим нашу Утиготану. Утиготану, а также, наверное, догрейдим нашу огромную дубину. В дальнейшем я все-таки перекачаюсь на что-нибудь магическое. Так, усиливаем нашу Утиготану до плюс 10. Но, к сожалению, мне не хватает обломков титанита. И все-таки у меня не отпускает ощущение, что, да, я облажался воронами. И зря я выложил сразу все камни. Все карты на стол. Так, давайте купим у Хлоэн. Не знаю. Да, давайте, наверное, все выкупим. Я думаю, что нам все равно эти обломки еще пригодятся. Скидку в дальнейшем она нам все равно не даст, поэтому можно выкупить их и прямо сейчас. Добиваем Утиготану. А также нашу огромную дубину. Так, можно пока что убрать, наверное, это кольцо. Поставим его, когда это будет нужно. И также мне в комментариях просили одеть сет с обложки Dark Souls 2. Это сет Фараама. Ну, сейчас посмотрим. Возможно, он будет слишком тяжеловат для меня. Да. К сожалению, я его не вытягиваю. Ну, давайте попробуем. А что попробуем? У нас осталось 15 тысяч душ. Можно, конечно, снять шлем. И, в принципе, вроде так получше. Если честно, я бы вообще с двумя катанами одел что-нибудь такое очень легкое. Например, черный кожаный сет. К тому же у него есть вот такая вот маска. Что сейчас очень актуально с той ситуацией, которая происходит в мире. И теперь я очень легкий. Какой-нибудь дополнительный щит небольшой для парирования можно воткнуть. Например, баклер. Вдруг возникнет такая ситуация, когда нам нужно будет кого-нибудь запарировать. Ну что ж, думаю, что я готов. У меня 15 тысяч душ, но на них я все равно ничего не куплю. Поэтому копим. И нам нужно опять в темнолесе на развилку. Так, поставим пока две катаны. И нам нужно теперь сюда. Посерединке. Слева-справа мы уже побывали. Здесь нас встречают такие вот старые знакомые, которые были еще в самом начале игры. И кажется, что они не очень опасные, очень сцикливы. Но на самом деле они могут доставить немало неприятностей, потому что они очень быстро окаменяют. И здесь у нас кольцо с красным слезным камнем. Видите, снимают жизнь они немного. Но наносят слабо окаменение. Ну так, ну давайте убьем этого огора. Он, по-моему, легко отравляется. Заставим его заниматься приседаниями. Чтобы скинуть немножко лишнего веса. Хотя это вряд ли ему поможет. Так, кольцо. Кольцо с редким слезным камнем. Реагирует на ситуацию, когда хозяин попадает в опасность и временно повышает силу его атаки. Ката, богиня слез, оплакивает тех, кто потерял своих любимых. Проливая за них красные, как кровь, слезы. Считается, что камень в этом кольце одна из ее слез. Ну, это такое кольцо для экстремалов. Если вы хотите больше нанести урона, то бегайте полудохлым, как говорится. Возможно, кому-то это и поможет. Особенно для тех, кто использует это кольцо, чтобы всячески увеличить свой урон. Чтобы выносить боссов с нескольких ударов. И здесь нам нужно предъявить символ короля. То самое королевское кольцо. В принципе, его, по-моему, здесь можно единожды надеть. И, по-моему, даже если я умру, то двери передо мной все равно будут открываться. Так, есть ли здесь какие-то невидимые полы? Да, есть. Нечто окаменевшее. И мы попадаем в цитадель Алдии. Точнее, еще, наверное, не в саму цитадель, а во двор перед цитаделью Алдии. Здесь нас встречает куча трупов с различным барахлом. Отправленный метательный нож. И костер, где нас ждет последняя встреча с Лукотиэль. И если мы до этого ее успешно, по-моему, два или три раза призывали на помощь, то она отдаст нам свой сет. Да, она дает свой сет, а также и свой двуручный меч. Ну вот, в принципе, и все. Жаль, конечно, Лукотиэль, но это же Dark Souls. Двуручный меч Мирры. Такие двуручные мечи выдавались гордым рыцарем Государственного Ордена Мирры. Этот клинок принадлежал Лукотиэль. Для успешного обращения с таким мечом нужно владеть особой техникой боя. На лезвии нанесена короткая надпись, данная кому-то обещание. Ее сет. Маска, прикрепленная к церемониальной шляпе. Принадлежала Лукотиэль из Мирры. Обычно маски не прикрепляют к шляпам, но это особый случай. Да, она, похоже, не хотела, чтобы все видели ее обезображенное лицо. Куртка Лукотиэль. Куртка странствующего рыцаря. Принадлежала Лукотиэль из Мирры. Только тот, кто проявился героем на поле боя, мог быть принят в рыцарский орден Мирры. И вступить в ряды настоящей элиты. Часто можно услышать, как крестьяне мечтают стать рыцарями и забыть о тяготах своей жизни. Оказывается, такое и правда бывает. Ее поножи и перчатки. Имеет такое же описание. И, кстати, ее сет достаточно интересен. Можно его поставить. Заодно не будет видно моего огневого лица, когда я стану полым. Так этот сет выглядит. Он тоже не очень тяжелый. Давайте еще немножко осмотримся. Еще немного вот этих вот тварей. Да, по-одиночке они боязливые, но они очень любят нападать стаей. Стаи они представляют большую угрозу. Шател. Да, у меня уже есть такой. Красивый череп. Братская могила. И... Да, судя по всему, это сундук с сюрпризом. Вообще, в цитадели Алдии обитает огромное количество мимников. Больше, чем, наверное, вообще во всей игре. Уродливый череп, темная маска. Череп неизвестного существа. Используется как большой молот. Возможно, это череп дракона. Редкий образец. Пожалуй, слишком редкий, чтобы размахивать им направо и налево. Ну-ка, давайте посмотрим. На самом деле, этот череп мелковат, конечно, для дракона. Но все же им можно бить. Такой вот у него мувсет. Такой же, как и у огромной думины, в принципе. Также мы подняли темную маску. Маска рыцаря тьмы. Никто не знает, кто они на самом деле, однако считается, что они могут спокойно управлять тьмой. В легендах их называют несчастными, стремившимися постичь древнее мастерство похищения жизни. Да, и они знакомы нам тоже по первому удар соусу, по Нью-Лондо. Так, и, по-моему, здесь все. Можно, кстати, отдохнуть возле костра, чтобы восстановить и бутыли, и прочность оружия. Так, с этого края стены вроде ничего. Есть ли здесь полы, я не помню. Ну, не хочу даже сильно с ними заморачиваться. Может, здесь еще гогниная семья есть. Что ж, а мы приближаемся к цитадели Алдии. Не помню, рассказывал ли я, кто такой вообще Алдия. Возможно, еще пока рано об этом рассказывать вам. Возможно, кто-то этого еще не знает. Ну, конечно, кто проходил игру, тот знает, кто такой Алдия. По поводу Алдии было очень много спекуляций до того, как появилось DLC. И за нами вдруг неожиданно появляется Туман Войны и Аслотия Лизмирры. И этот воин, на самом деле, является... Братом Лукотиэль. Достаточно простой фантом. Легко отравляется. Человеческая фигурка. И старый меч Мирры. Теперь у меня есть двуручный меч Мирры. И старый меч Мирры. Которые очень похожи друг на друга. Хотя, по характеристикам они и отличаются. Старый меч Мирры требует аж 33 ловкости. Но при этом, даже в базовом варианте, имеет скейл от ловкости S. Самый высший скейл. Старый меч Мирры. Такие двуручные мечи выдавались гордым рыцарям Государственного Ордена Мирры. Для успешного обращения с таким мечом нужно владеть особой техникой боя. На лезвие нанесена короткая надпись, данная кому-то обещание. Прочиски такое же описание. Как у меча Лукотель. Давайте-ка я его уберу все-таки. В этой повозке явно кто-то есть. Такие повозки мне сразу напоминают Bloodborne. И здесь нас встречает такой вот огромный скелет дракона. Вот это я уже понимаю, размерчик. А не та черепушка, которую мы можем использовать в качестве оружия. Сам я эти повозки сломать не могу. Но вот другие противники вполне могут это сделать. Видающая душа. Да. А крыша-то здесь уже прохудилась. Ну что ж, давайте исследуем цитадель. И первое, что нас здесь встречает, это вот такие вот урны, которые надо бы зажечь. Ну, сразу вам говорю, будьте на чеку. Эти урны могут подорвать вам одно место. Вот в этом он, вот, потому что здесь, потому что при каждом их вожжении появляется вот этот парень. Это, скорее всего, Фарлорн, который уже неоднократно нас нападал. Но здесь он выступает без имени. Но мы уже его не раз видели и с косой, и с другими видами оружия. И его, на самом деле, достаточно непросто убить. Особенно вариацию с косой. Проще всего было бы поставить, конечно же, дубину. И задолбить его ею. Не знаю, возможно ли его вообще отравить. Он, да, он очень верткий. И с двумя катанами с ним очень проблематично справиться. И я даже не знаю, можно ли его запарировать. Вот я ему даже ни одного удара толком нанести не могу. Наконец-то провел неплохую серию. И снял ему, блин, всего лишь треть жизни. Не учитывая то, что я провел целых три сильных удара двумя катанами. Прокачанными на плюс 10. Хотя нет, одна у меня отравляющая. Вторая на плюс 5. Но, не да, он, похоже, явно не отравляется. Поэтому отравляющая катана, конечно, против него не самый лучший вариант. Оу. Так, главное следить за жизнью. Да ты еще жив. Так, нет. Стой. Можно я все-таки для надежности выпью. Можно видеть, что... Под его капюшоном ничего нет. Ну что ж. Насколько я помню, Фарлорн это одно из детищ Алди. Алди произвел на этот свет достаточное количество различных чудовищ, и не только. И здесь у нас такое большое количество сообщений от разработчиков. Отступи. 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 Не смей. Такое же сообщение мы увидели в склепе нежити. Перед урной, которую можно было зажечь и привлечь на себя большие беды. Здесь я действительно не буду дергать за этот рычаг. Потому что это тоже приведет к плачевным последствиям. А также я не смогу пройти кое-какой квест вот с этим вот магом. Магом. Пожалуйста, просто останься. Нет, пожалуйста, не прийти ко мне. Ничего хорошего будет от этого. Просто оставь меня alone, пожалуйста. 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 Пока что он с нами не хочет говорить. Но если мы придем к нему полым, то он поменяет свою точку зрения. Ну ладно, пока что оставим его в покое. Вернемся к нему потом. Я уже думал, здесь пройти нельзя, но можно. Здесь можно пройтись налево. Также можно пройти вперед. Здесь стоит этот огромный огар. Но он закаменел. И, пожалуй, я его растормошу только с другой стороны. Потому что тогда мне будет бороться с ним не очень удобно на этой лестнице. Так, что у нас здесь? Я слышу звук ящерки. Сундук. Да, лучше проверять все сундуки цитадели Алдии. Большой магический барьер. Да, мы поднимали только просто магический барьер. Новая степень волшебного барьера. Повышается противляемость магии, молниям, огню и тьме. Рыцари мира должны сражаться с честью, полагаясь лишь на свое мастерство меча. Они прибегают к волшебству лишь тогда, когда без него не обойтись для защиты от магии врага. Так, и здесь ничего больше нет. И здесь вот такие вот зеркала, которые мы уже могли наблюдать у босса, зеркального рыцаря. И из них также выпрыгивают вот такие вот черные фантомы. Которые очень сильно тупят. И уничтожить у нас под угрозой поломки, к сожалению. Да, это проблема катан. Они очень быстро ломаются. И, к сожалению, порошка для починки у меня мало, надо бы закупиться. Да. Похоже, кто-то неудачно телепортировался. Тук-тук-тук. Так, стоп-стоп-стоп. Я слышу звук, но не пойму где. Так, это, оказывается, сзади. Да, эти фантомы... Очень прочные, да, и с жестким таргет-локом. Открывайся уже. Давайте попробуем запарировать, что ли, для разнообразия. Да, убил. Ну, такой огромный двуручный меч запарировать, в принципе, не так уж и сложно. Но, опять же, если подгадать, хорошо тайминг. Да, кстати, у меня же катаны станет неплохо такой атакой. Но этот что-то совсем бездействует. Наемник Луид с двумя огромными щитами. Очень часто он, конечно, попадается. Предлагает свою помощь. Северное ритуальное кольцо плюс два. Некомневшая кость дракона. Это кольцо увеличивает количество зарядов, заклинаний, но снижает здоровье. Такое кольцо у нас уже есть. Как ни странно, этот сундук тоже не мимик. Светящийся жук. Тоже очень уникальный предмет и очень дорогой предмет, который неплохо так бустит наш урон. То, миленция продает этих жуков по очень большой цене. Причем эта цена, по-моему, скелится, чем дальше мы продвигаемся по сюжету. Поэтому лучше купить у нее их сразу, если они вам нужны. Так, и... Пролез все-таки. Давайте обойдем этого огра. И здесь нас еще встречает такой вот огромный василиск в клетке. Ну, клетка, блин, с таким расстоянием между прутьями, что это, мне кажется, василиск мог бы спокойненько с него и бежать. Он, хоть и кажется опасным, но он очень медленный. Ну, вот, если попасть под его газовую атаку, то можно... То можно очень быстро и закаменеть. Алая вода. Здесь также еще есть застывшие полы, на которые можно тратить ароматные ветви, но... По-моему, они ничего интересного и не даются. Капюшон Мудреца Дракона. И давайте прочитаем. Этот капюшон принадлежал самому архимастеру Алдии. Несколько величайших умов собиралось в поместье Алдии для создания новых загадочных ритуалов. Но во время своей работы их сознание было подчинено чужой воле. Размытое лицо на маске, скорее всего, символизирует ужас ритуального жертвоприношения. Да, явно в этой цитадели творили очень неприятные вещи. Так, и здесь у нас еще одна урна. Так, давайте я поставлю дубину, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Иначе без нее я либо умру, либо очень долго буду убивать этого чудика с косой. Так, и нам нужна очередная умная бабочка. Ну, против дубины у тебя, парень, просто нет шансов. О, так, 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 так. Ну вот, расслабился и получил. Дубина здесь, конечно, читерское оружие против фантомов. Хотя фарлон пытается, конечно, что-то сделать, но... О-о-о-о! Вот это было очень круто. Я не хочу умирать. Он меня забэкстабил. Это было близко. Так, что-то я не проверил сундук. Сейчас бы было эпично, если бы там был мимик. Уголь вражды тоже достаточно редкий и ценный предмет. Вообще-то столиал, где тут много чего интересного лежит. Так, вот сюда нам, в принципе, надо, но давайте еще немножко здесь побегаем. Так, вернем наш катану. Ну, давайте одного разморозим, посмотрим, что он даст. По-моему, какой-то здесь вообще ни черта полезного не дает. Не знаю, осталось ли у меня еще что-то. Надо посмотреть количество ветвей. Потому что, я помню, в дальнейшем мне тоже ветка пригодится. Уголь вражды. Ну, так себе, если честно. Конечно, предмет хороший, но... Ведь, ароматная ведь былого в данном случае мне больше пользы может принести. Но от этого огромного жердея надо бы разморозить. Вот он, по-моему, дает какой-то... Не знаю, насколько уникальный, но, по-моему, достаточно уникальный предмет. Давайте заставим его заняться приседаниями. Апперкот. Ну да, против катана у него, конечно, шансов немного. Что даешь? Маска служителя драконов. Так, стопэ. А, нет, она немножко другая. Да, это капюшон мудреца дракона. Это маска служителя драконов. Такие маски носят служители Ауди. Несколько величайших... Да, отличается по описанию, а не только вот первым предложением. Это капюшон принадлежал саму архимастеру. То есть у этих масок есть некие градации. Кто более круче, тот более бородатий. Так, а где ящерка-то? Я слышу ящерку, но я... Почему-то я ее не вижу. Странно. Возможно, что-то упускаю. Тут получается у нас здесь этаж, первый этаж. Здесь у нас этот маг в заперти. Ну да ладно. Похоже, не вижу я здесь ящерок. Поднимаемся наверх. По-моему, здесь где-то была еще бабочка. А, да, вон она. Лень мне ставить лук, чтобы убить. Давайте я потом это сделаю. Мне все равно придется еще возвращаться в этот зал. Так, вроде я все обследовал здесь. Да, сюда я тоже ходил. Что ж, продвигаемся дальше. Таких бы мы драконов тоже встречали. В замоке Дранглейка. И здесь или не здесь? По-моему, где-то здесь. Да, вот. Гладкий шилковистый камень. Этот рычаг закрывает дверь за нами, открывает дверь спереди. Почему-то нельзя здесь, чтобы эти двери были одновременно открыты. И здесь перед нами предстает вот такой вот мрачный коридор. Но он будет не таким мрачным, если мы используем камень фароса. И когда я впервые здесь играл, я всегда боялся, что эти клетки просто вот или упадут на меня, или из них вырвется вот эти монстры и начнут атаковать не где-нибудь сзади. Но на самом деле они этого не будут делать до определенного момента. Да, и эти картины можно сбивать, за которыми стоят вот эти вот служители драконов. Они не очень сильные. И, кстати, если картины эти не сбивать, по-моему, они даже и не вылазят из-за них. Какой черт они там делают? Не знаю. Чистый самоцвет жизни. Скоро придут тебе. Помимо дубины в виде головы дракона, у них еще и щит, тоже в виде головы дракона. Из-за этой картины никого. Ну ладно, перед тем, как продвигаться дальше, поэтому не очень уютному коридору давайте заглянем в эту комнату. И, судя по всему, здесь проводились какие-то эксперименты. Различных пробирок. Не компенсировали наших ключиками фароса, хотя у меня их и так дофига. Лучше бы ароматную ветвь дали. Да, уничтожитель опять под угрозой. И здесь есть один небольшой секрет. Если нажать кнопку, то здесь откроется потайная дверь, за которой находится так нужный здесь на самом деле костер. И давайте вернемся в Маджулу. Зачем я вернулся в Маджулу, спросите вы? А вернулся я за тем, что я совсем забыл, что в склепе нежити я подобрал вот такой вот один интересный предмет, который называется разбитое око, при помощи которого можно отыскать предателя. И давайте этим сейчас и займемся. Так. Скорее всего, я сейчас умру. Поэтому, поэтому, что? Нужно как-то сохранить свои души? Ну, давайте, я думаю, что он на один уровень нам все-таки, наверное, хватит. На один уровень хватит. Давайте что-нибудь. Пусть будет стойкость, неважно. В принципе, нам практически на два уровня даже хватало. Кстати, у меня нет ничего, чтобы улучшить нашу флягу. Окей. И как я уже неоднократно говорил, помните того безымянного зюрпатора, который постоянно вторгался к нам и который был очень похож на лисию. Так вот, сейчас как раз мы и выясним, была ли это лисия на самом деле. И, как вы видите, разбитое око, волшевелится. И бой с лисией это, конечно, очень неприятный бой. И против нее лучше поставить какое-нибудь кольцо, которое повышает магическую защиту. Хотя, я думаю, мне это не поможет, потому что есть одна проблемка. Как вы помните, я, по-моему, два или три раза перевел Маджулу на Нью Гейм Плюс. А когда переводишь Маджулу на Нью Гейм Плюс, то сила лисии также увеличивается с каждым поднятием сложность. То есть, по сути, я сейчас буду с лисией драться как будто бы я играю на Нью Гейм Плюс 3. Потому что я как минимум три раза возжигал костер в Маджуле. Ну что ж, давайте попробуем. помните, такая же ситуация у нас была с лолтреком в первом ДС. Да, и снимаю ей, конечно, ужасно мало жизней. И что-то мне подсказывает, что если я попаду вот под это заклинание, она меня просто убьет одним ударом. заклинание у нее огромное количество. И, кстати, я ее отравил. Поэтому, в принципе, можно пока что от нее побегать. Оу! Близко не подходить. По-моему, она еще и лечиться может. Ну, слава богу, не снимает никак много жизни. Нет, 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 нет. И себя перестала быть отравленной. У! Возможно, мне перед тем, как с ней сражаться, надо было бы выкупить у нее кое-что. Да, она включила исцеление. Да, не очень я готов, конечно, к игре плюс 3. Она, на самом деле, и при обычной игре не такая-то уж и простая. На плюс 3 она прям очень жирная по количеству жизней. Там же еще и постоянно лечится. Годейка. Да, хватит уже. отравим. Кажется, вроде бьет своим кадилом и должна снимать не так много жизни, но на самом деле она этим кадилом снимает просто огромное количество жизней. Нет, ну это нечестно. так, у тебя там количество заклинаний когда-нибудь иссякнет. Похоже, что у нее их очень много. божечки ты мой. Ваншот. Не факт бы, что мне даже полная строка жизни помогла. Окей, говорится. Против лома нет приема, если нет другого лома. Что ж, ставим нашу дубину, убираем все лишнее. и пытаемся отомстить. А, да, кстати, когда мы умираем в чужом мире, то души мы не теряем. Лизия, как в чем не бывало, стоит. Давайте посмотрим, что у нее можно купить, чего у меня нет. Да, у нее есть кольцо молитвы, увеличивает веру. И стоит оно 28 штук душ. А также давайте выкупим у нее различные заклинания веры, которых у меня нет. на всякий случай. Здесь, кстати, есть ачивка. Если вы хотите ее получить, то вам нужно собрать все заклинания веры. Ну, вообще, все заклинания, не только веры, там, есть ачивка заклинания магии, заклинания тьмы. но у меня не хватает, к сожалению, на все это дело. Давайте используем еще несколько душ, чтобы все выкупить. колечко. Ну и, пожалуй, все. Окей. Теперь мы можем опять попробовать убить ее в другом мире. Ну вот. Попробуем ее задолбить нашей дубиной. Она очень нерастропно встает, поэтому прибить ее дубиной не составляет какого-либо труда. не дает, посмотреть сколько ударов. Она переживает. Да, это моя ошибка, что я перевел Маджулу на New Game Plus 3, не разобравшись с Лисией. Ну, да ладно. Можно и таким вот образом с ней расправиться. Блин, у меня уже даже дубина практически сломалась об ее голову. Смотрите, как четко хватило. Последний удар по голове Лисии сломал мою дубину. Ключ-камень от ротонды, сквыкающий свет и колокольчик идола и сет святого. И мы возвращаемся в наш мир. И даже убив Лисию в другом мире, она также пропадает и в нашем. Так, и давайте прочитаем то, что она нам тут надавала. Ну, заклинание успокаивающий свет мы уже читали. Колокольчик идола, священный колокольчик Лисии из Линдельта усиливает действия чудес и порчи. Людей с необычными устремлениями можно найти в любом городе. Они либо борются со своими страстями, либо скрывают их от остальных. Мир вокруг не настолько доброжелательен, чтобы открываться ему. Очень соответствует характеру Лисии. Капюшон святого. Капюшон клириков, владеющих чудесами. Немного улучшает использование заклинаний. Принадлежал Лисии из Линдельта. камень, поворачивающий ротонду в маджули. Вставьте его в центральный столб, чтобы повернуть ротонду к другому проходу. В нем нет ничего магического, но это умелая работа инженера. То есть все вот эти платежи Лисии для того, чтобы она повернула эту конструкцию в другую сторону. Типа она при помощи этой силы своей делала. На самом деле она просто делала при помощи обычного ключа. То есть в очередной раз обманывая нас и сдирая с нас деньги. Так и нам нужно починиться и отправляться обратно штурмовать цитадель Алдии. Новости Продолжение следует...